здравствуйте друзья ну вот опять мы прибыли проверить пчел на вереске сегодня 26 августа это мы вот на втором месте куда привозили чуть побольше пчел я тут подарок по дороге сюда заснял вот эти вот все горы ну вот где-то там оттуда с той дороги но надеюсь видно фиолетовый наверно на камере будет темно все фиолетовое вот тут рядышком мы еще только едем вот наша гора вот там все веры вереск соседние поля ну вот ну вот передо мной тут вереск тоже просто показать картинку где мы находимся мы еще мы еще в пути наша ферма вот это и вот за деревом то есть вправо от дерева вот наша фирма где нам дали разрешение поставить хочу показать что у нас тут 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 вот у нас ручей идет вот так вот проходят туда и вот там вот около пчел вот видно тут вереска здесь растет немножечко вот над на той горе на этой горе много и по соседним полям тоже очень много ну вот при приехали посмотреть проверить сколько меда надо ли чего или не надо ли чего вот он ручеек этот шумит вот там даже видно водичку и пчелы очень так скажем заняты хороший лед у них так что мы с домарем потухло вот такая вот ситуация и летают вот с той стороны летят большинство то есть как бы все и уходят на уходят направо очень много вижу справа ну да и летают слева тоже прилетают но надо одеваться и смотреть и буду показывать дальше ну так вот показать ли ток как они тут на летках я конечно тут встал перекрыл но вот такой вот лед пчел в одном во втором в стороночку отойду 3 покажем вот третий тут тоже что-то палка тут какая-то стоит интересная ну ладно пусть стоит ну вот наверно начнем с моих я тут прошлый раз был мы крышу забыли тут немножко перестановочку делал мы начнем быстренько просмотрим что там как-то ну вот друзья открываем 1 начинаем с маленького который двухкорпусной немножко дымка чтобы они стали помягче а то на вереске они злые обычно здесь так прохладненько вот стряхнуться немножечко пчел и что мы имеем и что мы имеем вот здесь вот по белочка вот на этой рамочке наверно пустая мне кажется здесь на этой рамке побелка очень много сидят здесь с краю с краю большое расстояние получается но это наверно рамки сдвинулись пока мы их везли вот тут залитая по запаху вереск стараюсь использовать темные рамки чтобы их просто вы вырезаешь сотый выдавливать смолить не знаю но по текстуре меда он такой как желешка это вереск так вот это вторая рамочка с этого края здесь чуть-чуть можно смелить нам what we have here so I can see you can see white one yeah yeah on that side they working on that frames yeah yeah that frame as well so a little bit here yeah a little bit there it's not so heavy but it's not bad what we have here? It's empty, it's a little bit but I think it's empty so I can see they're not working on that last two ух ты это тяжелая очень и что у нас сверху тут за мед тут жидкий мед жидкий, но ничего страшного что у нас здесь а здесь у нас полная рамка расплода full frame of open brood but here is that last is that it's running from summer honey да, да. что у вас на этой раме? два вторая с брутом это, наверное, брутом да, с брутом так, с брутом запечатанный расплод и тут тоже запечатанный темные рамки мама, блин, любит темные рамки но я надеюсь, до конца медосбора они зальют это все вереском и уйдут вниз потому что мы не будем им давать больше места вот этот хони хорошо хорошая брутом да, хорошая брутом, я надеюсь до конца до конца до конца до конца с брутом нитка до конца да, да, да да, да Да, да. У вас есть достаточно места, а вы думаете, что там вниз? Да. У вас достаточно места вниз? Да. Так что они имеют достаточно места, и они не работают? Нет, у вас есть два фрами. Ну, осталось поставить пластинки, пластинки те же, буду ставить лёжа горизонтально, ну, в горизонтальном виде между корпусами, где-то посередине, ну, где-то вот так. Но это мы уже не будем, наверное, снимать. Ну, вот как-то так. Ну, и потом посмотрим более студенты. Ой, подошли к следующему. Я совсем забыл, что я сюда поставил эти секционные рамочки, которые были пустые у меня. Вот, к следующему подошли. И снял корпус, так его аккуратненько наверх вытащил. Ну, вот можно видеть, что рамочки потихонечку заполняются вересковым мёдом. С этой стороны я не видел ничего пока что. Мне не видно, я так пронесу мимо. А там будет видно, что там. Вот как-то так. Вот, и сейчас немножечко быстренько слазим вниз. Посмотрим, что внизу. Ну и показываем полную проверку улика. Вот на этот мы забыли крышу в машину поставить поставили, а крышу занести забыли. Ну, это с утра. Сколько там? Шесть часов было утра. Вот. Накрывали тут досками. И через, наверное, недельку я привёз. Крышу поставил. Ох ты! Это нуклеус. Это нуклеус. Это нуклеус. Открывай в предыдущей. Нет, нет, нет. Открывай в предыдущей. Открывай и... В предыдущей. Окей, могу я показать вам? Можно я показать вам? Вот так. Они могут... Да, да. В предыдущей. В предыдущей. Что-то подобное. Да, да, да. Сноу Квин здесь. Матки тут не находятся. Вроде бы нету. Ну, тут, блин. Хорошо. Ну, это молодые матки. Молодая матка. Этого года облётанная. С этого самого... Как его? Роевая. Да. Крайне пустая. Вот как обычно. Это тоже? Нет. Что-то. Что-то на второй, но... Только на одной стороне. Да. Так они имеют место. Да, да, да. Погода, конечно, была не особо здесь. Не знаю, как-то сказать, лётная. Не много. Четыре-четыре. Лучше на этой стороне. Много лучше на этой стороне. А, это только третий фрейм. Да. О, это центр на... Эээээ... Это вармвей, да? Да. Да. Так, это идти тут. От всех лётков. Ох, ты знаешь, это весело. Ого, тяжёленькая, говорит. Очень хорошая. Хорошо, хорошо. Это будет хорошие каткомпы из этого фрейма. Лучший фрейм. Да. Будут хорошие... Хороший сотовый мёд. С этих рамок. Потому что они светлые. На. Адуш. Да? Насколько полный. Насколько полный. Насколько полный. Насколько полный. Насколько полный. Хорошо. Хорошо. Да, вот жалко, что с помощью видео нельзя передать запах. Я взял это. А нет, оставь его. Почему? Ну да. Да. В любом случае ты поставишь сзади. Как это было. Да. Я думаю, что эти готовы. Начинаешь сзади. Да, я могу видеть следующую фрейму. Я думаю, что это мне сделает. Для запаха. Я поставлю их. Так ты поставишь все. Да. Очень много. Ты очень доволен на этот момент Открывай первого от этого Первый от другого края Он говорит, что очень доволен Возвольте, как-то сказать Когда работают Очень тяжело Начали печатать Они начали печатать с вертолем Открыть с вертолем Интересно Три рамочки пустые, ну, почти пустые. Выращивал злых пчел? Да, просто пустой. Они немного живые. О, да. Стоит немного здесь, но не открывай этот пластик. Теперь нужно поставить стриб. Опять же, ставим пластинки в горизонтальном положении. Между двумя корпусами. Показывать не буду. Ну вот, проверили всех, раскидали пластиночки. Сколько тут? В какие-то улики, вот, допустим, в этот очень сильный. Три пластиночки положил, в следующий тоже. Так скажем, магазин полностью пустой, мы его отделили просто пленочкой. Но оставляем сверху, потому что там какие-то пчелы оставили дырочку. В уголке. Вот. Ох, пчелы разозлили. Они нас пожалели. Ну и все, можно, наверное, это самое. Ехать. Задачу выполнили. Вот. Вот. Ну и что остается сказать. У меда немножко есть. Есть расплод. Даже в некоторых, в двух корпусах расплод. И открытый расплод, и печатный. Все есть. Надо только погода. Нужна только погода. Здесь, здесь довольно-таки высоко над уровнем моря. Я точно не знаю, сколько там метров. Но довольно-таки высоко. Вот. Если видно, облака иногда цепляются за горы. Ну, если можно так сказать. Вот. И очень часто низкая влажность. Ну, нужна погода. Вот. Вот. И тогда мед будет. Вот. Ну, кому понравилось, пальцы вверх. Снизу подписываемся на канал. Ну и до новых встреч, друзья. Всем спасибо.